Река Белая вышла из берегов из-за обильных дождей и таяния снега. В зоне потопления оказались почти 200 жилых домов. От цивилизации отрезано более 600 человек. Это легенда учений. Задача спасателей переправить людей в безопасное место. И вот спасенные жители на противоположном берегу. Их отправят в пункты временного размещения и окажут медицинскую помощь. Затем спасатели выдвинутся в место потопления, чтобы выкачать воду из подвалов и домов. Помпа называется М600. 600 литров в минуту откачивает воду. Мы отрабатываем, что они у нас в рабочем состоянии. То, что они готовы к работе. И в любой момент нашей республики мы можем использовать их в любое время для откачки воды. На территории пожарной части спасатели развернули оперативный штаб. Здесь техника, места для отдыха спасателей и, конечно, полевая кухня. Командно-штабные учения проходят по всей России, чтобы отработать действия по ликвидации последствий весеннего плаводия. Весь комплекс мероприятий, который должен отработать Башкирская территориальная подсистема, в данном случае будет рассматриваться. Это и оповещение, и развертывание пунктов временного размещения, спасение людей, действия наших сил. Мы готовимся всегда к наихудшему сценарию по поводку. В республике в учениях участвует 1200 человек. Используется более 200 единиц техники, в том числе плавсредства и беспилотники для мониторинга. Главное при чрезвычайной ситуации – это скорость реагирования. Время с момента поступления сообщения до момента выезда составляет не более минуты. Силы и средства, они собираются и выезжают, берут с собой то имущество, которое необходимо для ликвидации данной ситуации, в частности, по поводку. В этом году прогнозы по весеннему плаводию в республике оправдались. Проблемы принесли горные и степные реки. В ближайшие дни в Башкирию придут потепления и дожди. Специалисты прогнозируют второй этап аводка и повышение уровня воды уже в крупных реках.